This conference will now be recorded. Я, конечно, немножечко расскажу вам о семье, о центре, а пока вы слушаете всю организационную составляющую, то я предлагаю вам дать мне знать, кто из вас уже является руководителем и лидером, а кто только собирается им стать. Я пока сейчас за чатом следить не буду, потом мы посмотрим, что у нас там получается. Итак, кто я и почему я с вами? Здравствуйте, зовут меня Костюк Ирина Валерьевна, я преподаватель, я консультант и ментор, руководитель и владельцы бизнеса, ментор, ну, вообще-то более привычно нам это наставник, да, то есть сейчас есть определенное направление наставничества, такое долгосрочное партнерство, и его определили вот термином менторства. Я являюсь членом совета директоров Национальной федерации профессиональных менторов и коучей, ну, у меня такой приличный управленческий бэкграунд, потому что начинала я работать в 96-м году в Центральном аппарате Федеральной таможенной службы Российской Федерации. С 2002 года мне показалось, что государственная служба, которой я очень благодарна за системность, да, но все-таки она дает мне очень много простора для творчества, и я перешла в бизнес. Ну, и, соответственно, дальнейшая моя карьера развивалась в бизнесе, я дошла до уровня генерального директора компании в составе крупного холдинга, мебельной промышленности нашей, и возглавляла, была директором по управлению ассортиментом, управлению закупками и международной логистикой, цепочками поставок в этом холдинге тоже. География сотрудничества у меня была достаточно большая, Европа, Китай, Турция и Россия, и я, в общем-то, всегда, мне нравилось, да, смотреть, а как устроено у них там, что у них там с менеджментом, что у них там с лидерством. Отсюда происходит вот мой большой такой интерес к этой сфере. В сфере преподавания, в сфере менторства я очень, да, увлечена сейчас, горячо люблю темы, которые касаются лидерства управления командой, менеджмент, управление сотрудниками, управление результатом, управление компанией и стратегией. Ну и вот факультативно, да, учитывая мой опыт переговорщический, это ведение переговоров, включая международные. Здесь на слайде слева под моей фотографией вы видите мои контакты. Если захотите получше узнать побольше обо мне, то, пожалуйста, вот адрес электронной почты iCostiukSpecialist.ru. Вот моя страничка на сайте Центра Специалист. Каждый преподаватель в центре обязательно имеет свою страничку, и на этой страничке выкладываются ваши отзывы. Там же лежит описание преподавателя, послужной список, те курсы, которые человек ведет, да, ну и всякие такие вещи, легалии, которые там есть. Можно подписываться на мои странички в соцсетях, Facebook, Instagram, пожалуйста, буду рада вас там. Курсы, которые я веду в Центре Специалист. Это руководитель структурного подразделения, который вот только что стартовал с 16 мая, и можно было бы к нему присоединиться, однако группа большая, потому что людям нравится приходить ко мне учиться, и она уже не то что полная, а сверху. Вот, но в ближайшее время будут стартовать другие группы, поэтому, пожалуйста, оставляйте ваши заявки в курс руководителя структурного подразделения. Это тоже очень хороший такой управленческий способ прокачки управленческих скиллов, да, для того, чтобы вы уверенно себя чувствовали в качестве руководителя. Также я веду курс руководителя среднего и высшего звена, курс эффективные переговоры с 22 мая стартует, и являюсь автором и преподавателем курса эффективное лидерство, и ближайшая группа у нас будет стартовать 31 мая. Я вас приглашаю туда, этот курс очень интересный для тех людей, кто хочет не просто управлять, администрировать, а для тех людей, кто хочет в управлении чувствовать себя лидером, чувствовать себя свободным, чувствовать себя эффективным, чувствовать поддержку тех людей, с которыми вы работаете. Потому что, согласитесь, это очень важно, и это очень ценно сейчас в наше время, и это дает совершенно другой уровень эффективности вашей работы. Но, к сожалению, у нас часто так бывает, что руководители не знают, как стать лидером, и думают, что модель лидерства существует только одна, и называется она «Ура в атаку». Это на самом деле не совсем так, поэтому welcome, если вы хотите узнать о теме больше, приглашаю вас сюда. Учебный центр «Специалист», с которым мы сотрудничаем уже несколько лет, это крупнейший центр в Восточной Европе, и в этом году ему исполняется 30 лет. У него более миллиона уже выпускников, более 35 тысяч корпоративных клиентов, 60 учебных классов, 250 приблизительно, преподавателей, экспертов, каждый из которых является практиком, каждому из которых можно доверять, и более тысячи курсов в ассортиментной линейке. На любой вкус вы здесь можете себе подобрать отдельные курсы или программы, и при этом компания-специалист гарантирует вам качество, гарантирует вам результат, гарантирует сохранение средств организации. В случае, если вдруг человек там даже уволился или там уехал в комментировку, в любом случае специалист свои обязательства выполняет, и значит, он тогда будет выполнять их отношения другого сотрудника. Гарантированное расписание занятий, учебные группы планируются на год вперед, у меня уже некоторые группы стоят на следующий год, занятия идут без срывов, без переносов, и достаточно удобный градус проведения этих занятий, потому что занятия есть утренние, есть утре-день в течение рабочего дня, есть выходные дни, есть вечерние занятия, то есть максимально возможный диапазон. И гарантия безопасности, потому что вы находитесь в комфортных классах, в бизнес-центрах категории А и В, с выпускной системой и все такое, да, с соблюдением всей техники безопасности, которые вы сможете. Ну, с этой частью мы с вами закончили, и поэтому давайте все-таки вернемся к теме мастер-класса. Вот сейчас, наверное, не для кого уже не секрет, и всем, наверное, известно, что лидерские компетенции дают вам, как руководителю, существенные преимущества в сравнении с использованием лишь методов традиционного менеджмента. Настоящий лидер – это человек, которого уважают, да. Вот мне бы сейчас хотелось задать вам такой вопрос. Пожалуйста, напишите ваши ответы в чат, я их попозже увижу, сейчас не увижу, да, но напишите, пожалуйста, в чат, а как вы думаете, а кто это такой? Первый – что значит стать лидером, вот, кто это такой лидер, и что значит быть лидером? Что значит стать лидером? Напишите, пожалуйста, в чат ваше мнение, будет интересно потом посмотреть на него. Так вот, когда мы становимся руководителями, то очень часто мы становимся руководителями не просто так, а сначала мы становимся самым хорошим, самым лучшим специалистом. И когда вот мы берем на себя управленческие функции, то ошибки неизбежны. Естественно, вы точно так же ошибались тогда, когда вы начинали просто свою профессиональную деятельность. И точно так же управленческая деятельность – это отдельный вид деятельности, ему точно так же нужно обучаться и точно так же, да, нарабатывать свои ошибки, из которых вы потом извлекаете опыт. И он и есть, да, ваше движение вперед. Поэтому, да, этот путь мы проходим. И при этом, раз ошибки все равно неизбежны и являются необходимой частью процесса, то почему бы нам не взять эти ошибки, которые сделали уже другие люди, и почему бы нам на этих ошибках не поучиться? Вот поэтому сегодня мы с вами рассмотрим несколько ошибок, которые я подобрала вам из своей практики ментора, да, то, что я наблюдаю в тех людях, с которыми мы вместе сотрудничали. Некоторые из этих ошибок когда-то делала и я тоже сама. И я с радостью поделюсь с вами этой информацией для того, чтобы, может быть, ваших ошибок было бы меньше, и вы бы могли поучиться на чужом примере, а не на своем. Зачем нам искать собственные грабли, да, если мы можем взять и вооружиться опытом чужих ошибок. Поэтому сегодня мы с вами обсуждаем вот такие ошибки. Ошибка личного позиционирования, ошибка ориентации только на результат, ошибка ожиданий от команды на входе, ошибка построения коммуникации и ошибка чужого стиля. Это только пять, в общем-то, групп ошибок. Конечно, это не исчерпывающий список, однако у нас с вами есть ограниченное время. Поэтому вот те ошибки, которые я сочла самыми такими распространенными и увесистыми препятствиями на пути к лидерству, я их вот вам сегодня покажу. Структура у нас с вами такая. Мы рассматриваем ошибку, смотрим, в чем она выражается, каково описание, то есть в чем проявляется эта ошибка, которую делает человек по неопытности, по своей, какие наступают риски и что делать, какая альтернатива. Вот так мы с вами организуем это дело. Ну и мастер-класс сейчас записывается, поэтому он будет выложен на канале компании «Специалисты» в YouTube. Соответственно, вы можете подписаться, пересмотреть, и к тому же там очень большое количество мастер-классов, они проводятся достаточно регулярно. Я думаю, что вам может быть интересно там, кто-то еще найдете. Итак, давайте посмотрим. Ошибка личного позиционирования. Что это за такая ошибка? Вот человек приходит на новый коллектив в качестве руководителя. Некоторые компании сейчас прям сразу называют роль лидера, то есть в роли лидера. И этот человек должен вписаться в коллектив, то есть он пытается понять, как же ему вести себя, а если навыков управления недостаточно, то может проявляться следующее. Например, человек пытается быть для всех хорошим, для всех приятным. Вот это влечет за собой недостаток решимости и такого вот соглашательства, излишняя склонность к компромиссу. То есть человек старается всем угодить, со всеми сдружиться. Это понятно, его такие лучшие побуждения быть человеком, который хорошо коммуницирует, быть в контакте, не настроить против себя коллектив. Но в то же время отсутствие внутренней опоры вот приводит к тому, что человек не знает, на что опереться. И тогда вот может она проявляться эта ошибка таким образом. Другая полярная история, когда человек, наоборот, знает, как надо, знает, куда идти, и поэтому он говорит команде, с которой он только что познакомился, я лучше знаю, делайте так, я тут плавно. Он стремится главенствовать, он проявляет авторитаверность, он ставит задачи в стиле «делай так», копать от забора до заката, выполнять задачу именно таким способом и никаким другим, прямо прописывает, что именно нужно делать, хотя, возможно, те люди, с которыми ему теперь приходится работать, у них очень большой профессиональный бэкграунд, они развитые профессионалы, они вовлечены, они любят свою работу, им нравится делать то, что они делают, и они могут, может быть, даже лучше самого такого лидера, предложить решение задач, но их не слушают, потому что, да, руководителю кажется, что очень важно сразу поставить на своем, сразу показать себя таким сильным управленцем, сильным лидером. А еще одно отклонение в личном позиционировании, это когда человек не знает, с какого боку приступить к управлению, с какого боку подойти к своим специалистам, и тогда он начинает, начинает геройски выполнять лично, все задачи, которые считают существенными. И показывает тем самым, да, что вот я тут герой, давайте вы все за мной, но люди почему-то не идут за ним, а просто присматривают и думают, ну нравится тебе так работать, ну работай, конечно, а мы-то причем. Да, потому что на самом деле геройская стратегия, вот мы об этом говорим в курсе эффективного лидерства, это не лидерская стратегия. Стратегия быть героем, вы знаете, герои, они же гибнут достаточно быстро. То есть это такие жертвы, которые создают, может быть, общественный резонанс, но и все. Если вы хотите быть долгосрочным лидером, тем, кто действительно ведет за собой людей, то только лишь вот этой отваге, ее недостаточно, она, знаешь, продуманная стратегия, как завоевать ресурсы, как завоевать сердца людей, да, и тогда уже целем вы идете осознанно и используете ресурсы других людей, а не только свои, которые ограничены. Их, ну, они не вечные у вас, да. Поэтому, когда вы лично начинаете выполнять все задачи, то это кончается тем, что вы выгораете, люди перестают развиваться, да, и у вас дела не сделаны все равно. Потому что ваша компетентность, она тоже имеет все свои пределы, и у вас есть специалисты, которые какие-то вещи знают, может быть, лучше вас. А еще одно проявление этой же ошибки – непоследовательное, непредсказуемое поведение. Вы знаете, совсем недавно вот у меня была моя, ну, да, ментия, это называют, ментия – это вот такой партнер ментора, то есть тот, с кем мы взаимодействуем в правом партнерских отношениях, для кого я являюсь наставкой. И вот она мне приводила в пример такой кейс. Она недавно заняла очень такую существенную позицию в крупном банке, и у нее пока что недостаточно знаний, вот подробностей той работы, с которой она возглавляет. У нее большой коллектив, там много людей, все заняты своим делом, и она принимает иногда решение, вот она принимает там решение, скажем, там попробовать определенную технологию. И говорит, что вы думаете по этому поводу? Нет, сначала, вернее, она говорит, давайте пробовать эту технологию. А после того, как она это предлагает, она начинает уже специалистов спрашивать. Они уже начали пробовать, и она чувствует, что идут какие-то недовольства, есть сопротивление, и она начинает спрашивать, а что вы думаете по этому поводу? И ей люди говорят, что нет, эта технология не горит, потому что бизнес-процесс, которым она занимается, он такой вот, то есть не подходит, да, эта технология. И тогда она берет и отзывает свое решение, просто отзывает свое решение. То есть говорит, ой, нет, давайте тогда отменим вот это решение и вернемся просто назад. Понимаете, то есть если вы так делаете регулярно, вначале принимаете решение, потом отзываете решение, вы придете только к тому, что люди будут говорить. Нечего выполнять, лучше просто пригодить подождать, все равно отменим. Вот, то есть ошибка личного позиционирования, откуда она берется? Вот мы можем гадать, но я считаю, что ключевое здесь или незнание инструментариев, скажем, вот геройственного выполнения лично всех значимых задач может происходить от того, что человек просто не умеет делегировать, не знает, как коммуницировать с людьми. Стремление главенствовать, проявлять авторитарность может происходить от того, что человек хочет самоутвердиться, а значит внутри он не уверен, потому что желание самоутвердиться происходит всегда только тогда, когда человек внутри этой уверенности не испытывает, и тогда он хочет, чтобы ему его уверенность подтверждали со стороны, знаете, в чем дело? Человек, который действительно в себе уверен, он не станет этого делать, ему не нужно никому доказывать. Непоследовательное, непредсказуемое поведение тоже говорит о том, что нет внутреннего стержня, внутренней основы или опыта, на который можно опереться. И попытка быть для всех хорошим и приятным, это тоже говорит, что нету, да, вот этой вот самой основы. Поэтому риски здесь у нас какие могут быть? Какие могут быть? Ох, как интересно вы пишете, я сейчас открыла чат, и замечательно просто. Что значит быть лидером? Показывать высокий уровень компетенции, вести подчиненных коллег за собой, показывать пример. Лидер – это гений. Ага, даже так, интересно. Лидер организует работу коллектива для достижения общей цели. Так, а чем тогда отличается от руководителя? Лидер – это компетенции плюс уважение окружающих, позитив и мотивации для достижения целей. Лидер способен вдохновлять, свести за собой. Так, ага, вести за собой ответственность. Прекрасно, ну что ж, очень интересно. Спасибо. Так вот, давайте посмотрим, в чем риски такого поведения с ошибками в личном позиционировании. Можно присоединиться и раствориться. То есть вы начали с того, что вы пришли в коллектив и хотели поменять его работу, а закончилось все тем, что вы растворились в этом коллективе, то есть коллектив оказался сильнее вас. То есть вы, например, хотели реализовывать новые какие-то технологии, вводить, да, новые, может, там, цифровизации заниматься, или какие-то ноу-хау, да, пробовать, испытывать, новые продукты разрабатывать. Но вот эта инертная система в виде коллектива людей, она потянула вас назад, и вы решили некоторое время побыть с ними на их волне, потому что вам хочется комфортных таких отношений, да, и вы остаетесь тогда с людьми, начинаете присоединяться. Но поскольку коллектив сильный, то они вас перевешивают, и вот вы уже растворились. То есть те задумки, которые изначально у вас были спланированы, вы их не сможете реализовать. Вот такой риск существует, да. Если люди понимают, что на самом деле им-то за вами идти, зачем? Вынужденная уступка лидерства, потому что, в общем-то, людям-то нравится, чтобы лидер был. И если этот лидер не вы, почему людям нравится, что лидер был? Давайте я сейчас отвечу на вопрос все-таки, как я понимаю лидерство вот в контексте бизнеса. Да, согласна, что это человек, который организует людей, вдохновляет их на достижение целей, ведет их за собой, да, согласна с этим. Но посмотрите, у него есть власть, которая не требует санкций, которая не требует позиционного подкрепления. Вот лидер отличается от руководителя тем, что он как бы является душой, и люди готовы, идя за ним, сами по доброй воле отдавать свои ресурсы. По сути, лидер – это человек, у которого есть внутренний стержень, есть миссия, есть видение, и он говорит, я знаю куда, я знаю как, пошли за мной, я гарантирую результат. И людям, большинству людей, вот больше 90%, они рады в этом случае отдать свою ответственность и пойти за таким лидером, если они ему доверяют, и он действительно смог на них такое впечатление лидерства произвести. Что для этого нужно? Об этом мы с вами вот в курсе очень подробно разговариваем, и как развивать внутреннее собственное лидерство, тоже там об этом говорим. Поэтому, если в вашем коллективе, возвращаясь к вопросу, если в вашем коллективе вы не стали лидером, то это просто означает, что найдется тот человек, который лидером станет вместо вас. И хорошо, если человек с вами будет в содружестве, а он ведь может оказаться оппозиционером, тогда будет саботировать ваши решения и весь коллектив сподвигать к тому, чтобы они тоже саботировали. Поэтому вот это называется тогда вынужденная уступка лидерства, вы не хотели, потому что бывает еще и добровольная уступка лидерства, если вы работаете в командном подходе, то лидерская функция, она может распределяться между людьми, и вы все равноправные члены команды, а лидеры сперва собирали. Вот, а такой вариант для нас приемлем. А вот вариант вынужденной уступки, он не симпатичен и не хотелось бы, чтобы так было. Подавление творчества и отсутствие синергии. То есть, когда вы являетесь авторитарным лидером, да, возможно, на короткой перспективе вы будете получать результат от людей. Но вы получите его каким образом? От того, что люди не вдохновлены, не от того, что люди хотят сделать, от того, что вы как бы им говорите, я хочу, чтобы ты сделал. А вот лидерская позиция, она говорит, я хочу, чтобы ты захотел сделать. Чувствуете разницу? Я хочу, чтобы ты сделал, или я хочу, чтобы ты захотел сделать. И вот когда вы берете на себя вот эту роль, говорите, я хочу, чтобы ты сделал, я хочу, чтобы ты сделал только так, и вы при этом работаете с людьми, которые достаточно развиты профессионально, то вы тем самым ответственность за принятые решения оставляете на себе. Вам тяжело ее будет тащить, эту ответственность. А люди, избавляясь от этой ответственности не по своей воле, а по вашей, они будут терять тонус, им будет неинтересно работать, они понимают, что творчество здесь, у них нет возможности проявить. Рано или поздно они начнут пытаться ухать из коллектива, да. И, соответственно, вот этой синергии, то есть такого эффекта сплоченности, высокой производительности, там, когда 2 плюс 2 равно не 4, а 6, да, вот ее не возникнет. Сотрудники не развиваются. Причем это в любой ошибке личного позиционирования, да, то есть люди будут развиваться только те, кто внутренне самомотивированы на развитие, а другие будут в виде авторитарного руководителя испытывать препятствия, да, между собой вот, хоть нету тонуса, то есть когда вы людям не придаете тонус, почему они должны идти, почему они должны прилагать усилия, то люди, конечно, расслабляются свойствами человеческой натуре, всегда нам хочется лучше на диване полежать, чем по телевизору, да. Вот, поэтому вот тоже такой негативный эффект. Как следствие, низкие результаты. Вы при этом перегружены, а я вас понимаю, потому что вам нужно дать результат, вы недавно работаете, да, и от вас руководство результата ждет, и вы чувствуете свою ответственность за то, чтобы этот результат был. Поэтому более-неголее вы начинаете переключать задачи на себя, и это очень может для вас кончиться плачевно даже для вашего здоровья. В коллективе при этом среда неконструктивная, растет агрессия, потеря уважения. Знаете, был такой исследователь, Курт Левин, он проводил исследование влияния стиля управления, стиля лидерства на коллектив. И вот он обнаружил, что оказывается, люди, которые находятся в коллективе, где лидер авторитарный, их вот инициатива подавляется, развитие подавляется, да, и внутренняя агрессия от вот этого давления, она начинает отводить выход в сорок друг с другом, в сорок с руководителем, поэтому на короткой перспективе авторитарный стиль дает нам результат, но на длительные перспективы авторитарный стиль абсолютно неэффективен, за исключением некоторых ситуаций, о которых сейчас я не буду говорить в силу нехватки времени. Ну вот. Потеря уважения к вам, да, тоже следствие ошибки позиционирования. Что же делать? Что же делать? Альтернативное поведение. Смотрите, начните с самого начала, сформулируйте для самого себя, в чем ваши ценности, в чем ваша миссия, почему вы делаете то, что вы делаете, к чему вы идете, вот ради чего это все, каков конечный итог, причем одного ответа на этот вопрос недостаточно, используйте метод 5 почему. отвечая на вопрос, зачем я делаю эту работу, недовольствуйтесь только лишь одним ответом. Спросите в себя дальше, а это что дальше, да, цель за целью какая, ради чего. Был у меня один слушатель, который говорил, ну, предприниматель, да, и он говорит, что там у него две компании небольшие, он говорит, я не знаю, зачем я делаю, я просто хочу денег заработать, но вот чувствую, в последнее время у меня выгорание. И я ему предложила вот так вот методом 5 почему, подумать просто некоторое время. Спустя пару недель он мне говорит, я, говорит, додумался, оказывается, я это делаю ради того, чтобы чувствовать себя очень хорошо от того, что мои сотрудники, когда мы начинаем зарабатывать больше, они тоже получают больше, и вот они и их семьи, благодаря этому живут лучше, и вот это меня драйвер. Понимаете, какой мотиватор? И он не про то, что денег заработает, он про то, что стоит за этим, ради чего, да, поэтому сформулируйте для себя, в чем ценности, в чем миссия, к чему вы идете, развивайте видение, через 10 лет, через 20 лет, где вы находитесь, в каком доме живете, с кем дружите, каким спортом занимаетесь, где отдыхаете, какая у вас компания, какая у вас позиция, каков ваш доход, просто каждый день, там, 5-10 минут размышляйте над этим, и вы увидите, что происходят магические вещи. Цели, стратегии, да, то есть проясните для себя, это будет ваша опора, если вы сможете, вот, да, сформулировать эти вещи, то это ваша опора внутренняя, с которой вы будете соотносить, вот свое желание, например, быть для всех приятным. Хорошо, если я сейчас вот в этой ситуации, допустим, буду приятным для всех, это соответствует моей миссии, это соответствует моей стратегии, и иду ли я таким образом в цели, таким образом отвечая на этот вопрос, вы себя возвращаете в ситуацию здесь, если сейчас, и что мне нужно делать, да. Дальше, следующим шагом, только после того, как сформирована миссия, видение цели, стратегии, ценности, да, только после этого вы привлекаете к себе сторонников в лице вашей новой команды. Цели держите в фокусе и старайтесь людям транслировать вот эту вашу миссию, вот это ваше видение воодушевляющим образом. Поделитесь этим, поделитесь с любовью к людям, берите ответственность за общее дело, старайтесь давать себе возможности время для того, чтобы услышать другие мнения, пусть они поделятся с вами, да, коммуницируйте много, слушайте с вниманием, старайтесь не возражать в духе перебивания или там неконструктивных комментариев, примите то, что у людей может в другое время. Ну, возьмите такую формулку маленькую, очень интересно, спасибо, я принял к сведению, любопытно было с тобой поговорить, здорово было узнать твое мнение, понимаете, это не сколько вас не ставит, например, в ситуацию, когда вы с человеком согласились, да, и при этом вы проявили к нему уважение, очень важно. Ну и дальше мы проявляем последовательность и твердость в достижении наших целей и в том, чтобы регулировать рамки. А что такое рамки? Рамки позволяют нам договориться о том, как часто мы встречаемся, что мы делаем, как мы общаемся, к чему мы идем в нашей команде, да, то есть все вот эти вот, вся вот эта структура, это и есть рамки. И мы стараемся их придерживаться. И избегайте подавления других. Если у вас будут возникать вопросы или захочется какую-то рассказать ситуацию или что-то прояснить, то вы, пожалуйста, пишите в чат, чат у меня сейчас закрыт, я его не вижу, но после того, как мы закончим, я обязательно вернусь туда и постараюсь в режиме времени ответить на ваши вопросы. Вторая ошибка – ошибка ориентации только на результат. Вот встречаются такие лидеры, которые заботятся только о результатах, и они относятся к этому так. Вот мы пришли на работу для чего? Для того, чтобы работать. Мы на работе получаем результат. И все. И они не заботятся о человеческих отношениях, не настраивают коммуникацию, не создают среду, не развивают эмоциональный интеллект, не уделяют внимания качеству общения, потребностям участников своей команды, не заботятся об атмосфере в коллективе, создании среды доверия друг к другу, не взращивают культуру команды. Ну и, соответственно, что они могут получить в итоге? Естественно, следствием такого подхода будет то, что синергии не возникает, команда чувствует себя разобщенно, они не понимают, зачем они приходят и собираются вместе, каждый реализует только свои личные цели и задачи, а не командные. И командные используются людьми для того, чтобы протащить и реализовать свои личные амбиции, свои личные задачи, получить для себя свои ресурсы, занять лучшие позиции, взять на себя лучшие роли. Специалисты не чувствуют себя частью команды, ну вот это я уже сказала. Скорость продвижения к цели, как вы можете понимать, в этом случае будет ниже. И тогда это говорит нам о чем? О том, что ориентация только лишь на результат, на самом деле не дает результата. Что делать? Человеку нужен человек. Мы не роботы, поэтому нам нужно развивать наши взаимоотношения. Вам в вашей команде нужно изучать людей, изучать их особенности, говорить с ними на их языке, а для этого нужно понимать, а какие они эти люди, какой у них склад, тип характера, темперамента, какие ценности, общие ли у вас эти ценности, как вы можете выйти на уровень общих ценностей, чтобы говорить на одном языке. И у них мотиваторы, личные особенности. Мы об этом, кстати, в курсе тоже разговариваем и даже делаем там интересный эксперимент такой на определение собственных личных особенностей и соответствие стиля своего, вот этим особенностям. Проясняйте цели, проясняйте людям, к чему идем. Людям важно это знать. Они не хотят получать у вас просто задачи. Они хотят понимать, ради чего они это делают и какую пользу это приносит. Вот им, команде, компании, обществу, да? Доносите видение и вовлекайте в решение задач. Когда вы вовлекаете в решение задач людей, советуете с ними, да? Предлагаете поучаствовать, предлагаете свое мнение высказать о задачах и обсуждаете это конструктивно, то в этом случае вы получаете сторонников. Не противников, а сторонников. Человек становится соавтором. Когда он становится соавтором, то зачем же он будет своему детищу сопротивляться? Формируйте культуру, создавайте среду доверия и ответственности. Третья ошибка – ошибка ожидания от команды на входе. Очень просто. Почему-то некоторые руководители по неопытности с самого начала могут ждать, что сразу команда слажена, синергия уже возникла, без учета закономерности развития команды. Команда сама по себе не сложится. Ждут, что люди сами станут командой и будут достигать результатов, то есть устраняются таким образом от роли лидера. Нет, друзья мои, к сожалению, я должна, может быть, вас огорчить, но это вы тот человек, который является залогом успешного формирования команды с самого начала и на первых двух этапах. Дальше команда начинает уже действительно развиваться все равно с вами, но от вас уже чуть-чуть поменьше бывает такого непосредственного участия. А начальные этапы, они полностью, не на 100%, конечно, но очень большая роль на начальных этапах лежит на, ответственность лежит на лидере. И в этот момент вы обычно даже думаете, что я с ними 24 на 7, если я не разверну, то ничто не решается, и что же мне делать, и как мне, значит, вот, да, вообще получится никогда не будет. То есть если вы находитесь в начале пути и у вас только формируется команда, то вот такое состояние – это норм. Так и должно быть, все в порядке. Еще бывает, ошибка проявляется в том, что человек, приходящий новый в коллектив, отвергает ценность прошлого команды и начинает просто сразу выстраивать с нуля. А есть смысл обратить внимание на то, а что было раньше у людей. То есть вот когда вы отвергаете опыт, который у них уже сложился до вас, то, во-первых, вы не выстраиваете с людьми отношения, а во-вторых, вы правда теряете ценные вещи. Соответственно, риски. Конфликты растут, конфликты становятся деструктивными, люди теряют мотивацию и энтузиазм, команда не складывается, вы тоже теряете энтузиазм. Лучшие люди у вас уйдут, а те, кто останутся, это будут люди, которые не хотят развиваться, которые не обыкновлены, которые работают не в полную силу. Ну и если вы входите в команду дружную, хорошую, где классный коллектив, то при таком поведении вы вообще можете оказаться вне этой команды, вас выдает опыт. То есть риски достаточно велики. Что делать? Изучайте команду и ее ценный опыт. Отдайте им должное за то, чего они добились. Старайтесь сохранить лучшее и только потом менять что-то другое. Предлагая, не навязывая, а предлагая. Посмотрите, на какие успехи, на какие скиллы вы можете опереться. Кто лидер мнений сейчас и почему так? Что в каждом из них есть ценного? На что вы можете опираться? Только после этого вы смотрите, а кто пойдет дальше вместе с вами. Потому что, конечно, не факт, что все пойдут. Настройте хороший рабочий контакт. Смотрите, рабочий контакт. Речь не идет о том, чтобы прогибаться. Но хороший, плотный рабочий контакт обязательно должен быть. Ну и очень просто, хотя легче сказать, чем сделать, изучите закономерности развития команды. Мы о них очень подробно говорим на курсе и реализуйте ваши задачи, которые мы тоже прямо говорим, что делает лидер на каждом этапе, в чем ваша зона ответственности на каждом этапе для того, чтобы этап был успешным и планомерно переходил в следующий, да, и таким образом команда бы формировалась. Вот это очень важно. Читайте литературу, она существует в природе и реализуйте ваши задачи лидера на каждом этапе, формируйте команду оступательно. Она не вдруг состоится, да, у нее есть закономерность развития. Четвертая ошибка. Ошибка построения коммуникации проявляется в том, что нет или очень мало командных и личных встреч. То есть лидер общается только с руководством и индивидуально общается с сотрудниками, а вот ваши командные встречи, они отсутствуют, либо их очень мало, либо они плохо организованы, неподготовлены и неэффективны, либо вы не доводите или недостаточно делитесь командой видением, целями, информацией, то есть какая-то часть этого важного, этой важной информации у команды отсутствует, вы ее не передаете. Не даете обратную связь людям, либо даете редко, односторонне, то есть, например, только критическую обратную связь даете, а позитивную обратную связь не даете. Либо даете ее некорректную обратную связь, в то время как обязательно нужно, чтобы у людей была и позитивная обратная связь, она нужна им как опора, потому что если нету этой опоры, на что вот мне опереться, хорошо я сделал свою работу или плохо, я вот выполнил задачу, что в этом было хорошо, даже если вы его похвалили, но не сказали, что именно было хорошо, то сотрудник, который может быть является новичком и еще не является супер-профи, ему будет непонятно, он будет думать, что это как-то вот вся задача выполнена. Хорошо, и значит, я всегда теперь тоже все задачи выполнять именно так. Поэтому есть смысл акцентировать внимание на том, что именно удалось и почему вам это приятно, какая польза от этой всей команды и компании, и делу, для того, чтобы человек мог записать эту позитивную связь обратную себе в актив. И вот на нее он будет опираться, это его зона стабильности. Прямо как критическая обратная связь, если вы ее корректно даете, она является зоной, она является, знаете, таким фактором дискомфорта, который приводит к развитию. То есть есть вот такое несоответствие между тем, как человек думает о себе сам и вдруг какую он обратную связь получил. И вот этот дискомфорт он приводит к тому, что человек начинает думать, думать, думать и что-то с этим делает. То есть таким образом и та, и другая обратная связь, они очень важны и должны на регулярной основе вам обязательно предоставляться людям. Еще одно проявление, вы не умеете обмениваться мнениями и слышать предложения людей. То есть вы, например, думаете, что знаете как и все это вам достаточно. То есть возможно кто-то из сотрудников мог бы предложить что-то еще, но руководителю это уже не очень интересно, потому что внутреннее решение уже приятно. К чему приводит? Риски. Команда не взлетает, люди остаются индивидуальными исполнителями к меру своих профессиональных возможностей и личных желаний. Причем кто-то внутри начнет стагнировать, потому что потенциал к развитию есть, но нет возможности его реализовывать. а кто-то покинет команду. То есть недостаточная коммуникация не дает вашим сотрудникам возможности использовать свой творческий потенциал. Ну вот, неинтересно им работать в такой атмосфере. Вы, соответственно, не станете лидером, как вы сможете вести людей за собой, если вы с ними не общаетесь, или общаетесь, но некорректно. Ну и будете при этом перегружены и малорезультативно. А другой вариант, когда находится внутренний лидер помимо вас, команда складывается, лидером становитесь не вы, а вы покидаете команду, либо становитесь, знаете, таким колосом на глиняных ногах, таким номинальным руководителем, которого никто не слушает, но вроде как он числится. Я уверена, что вам так не хочется. Правда? Готовы увидеть плюсики или минусики, вдруг вам хочется так. Что делать с этим? Решите, какие встречи вы будете проводить и договоритесь об этом с командой. Как проводите, когда проводите, кто является участниками этих встреч, какой формат подпочтительный. Часто споры вызывают нужны, например, ежедневные этапы встреч, планерки или не нужны. Пожалуйста, вы обязательно каждый день должны общаться с своей командой. А вот формат, который вы предпочтете, это на ваше усмотрение. Вы можете это назвать утренним чаепитием или утренней зарядкой или еще как-нибудь, как вам больше нравится. Но ежедневное общение с тем, чтобы люди от вас ушли вдохновленные и радостные и стремились к прогрессу и делали, они обязательны в встрече. Как эти встречи будут выстроены, каковы их цели, каков алгоритм этих встреч, какие результаты должны быть в этих встреч. Цель, спойлер, мы рассматриваем встречи на курсе и в том числе, кстати, совещания мы рассматриваем на курсе руководителя структурного подразделения и виды этих совещаний, и алгоритмы четкие, как должно проходить совещание, чтобы оно было успешным. А также, почему оно бывает неуспешным. И тогда, когда вы начинаете проводить совещание по алгоритму, то очень быстро оказывается, что оно становится структурированным, люди приходят вовремя, люди ценят время друг друга, приносят только ту информацию, которая нужна, все это дается вам достаточно легко, без кнута, с помощью в основном пряников. Как еще вы будете обеспечивать взаимную информированность? Ваша задача в том числе доводить до людей, что происходит в компании, куда компания движется, что происходит на рынке, что происходит среди ваших партнеров по рынку, конкурентов, среди клиентов в стране, вся эта информация, не факт, что ваши специалисты вообще о ней заботятся, это ваша задача, помочь им узнать о том, что происходит в мире. Что еще кроме информации вы можете дать людям цену в ваших встречах? Подумайте об этом. Как минимум теплое общение, как минимум человеческое, то есть некоторые лидеры боятся показаться человеком, который делает ошибки, человеком, который имеет человеческие качества и свойства. Не бойтесь этого, просто общайтесь с людьми тепло. Вот именно это дает вам такие хорошие, теплые человеческие отношения, а не попытка для всех быть приятным и угодливым. Ну и пятая ошибка, это ошибка чужого стиля. Она заключается в том, что человек, который становится руководителем и хочет быть лидером, он начинает искать модели для подражания и выбирает в качестве модели для подражения того, за кем бы он пошел сам. Но не учитывает при этом, что его собственные особенности психологические, они могут не давать ему возможности вот именно таким лидером быть. То есть вот ура в атаку ему, например, не годится. И тогда человек думает, либо я буду до бесконечности пытаться брать тренинги наставников и все-таки становиться именно таким лидером, либо я вообще не лидер, мне не побежу, и все попало. Но на самом деле правда заключается в том, что стилей лидерства много. И почему это так? Раньше, раньше, давно когда-то лидером считался тот человек, который правда может в войне победить, большие массы людей за собой вести. Вот это лидерство. Но и требования были другие, и задачи были другие. Сейчас мы часто в компаниях хотим, чтобы у нас образовывались команды, просто потому, что компании хотят быть быстрыми, хотят быть адаптивными, хотят легко конкурировать, и для того, чтобы это было так, жесткая иерархическая структура компании, она, в общем-то, этому не способствует. Потому что иерархия это структура, в которой решения принимаются медленно. Вам нужно много уровней пройти, много ступенек снизу вверх и обратно, для того, чтобы решение было принято. Вот. Поэтому команды, да, командный подход становится более популярным и очень популярным. И раз команд становится много, и они существуют на разных уровнях, и на высоком уровне, и совсем на низком исполнительском уровне, да, тогда и потребность в лидерах, она тоже возрастает. И качество этих лидеров, оно другое. То есть здесь у нас уже задача не в том, чтобы там революцию совершить, а задача в том, чтобы наша команда исполнителей, например, да, она была бы успешна, чтобы разработчики были успешны, чтобы проект был вовремя сделан, да, чтобы там продукт был вовремя создан и так далее. Вот. И здесь тогда мы можем говорить о том, что стиль лидерства, он может меняться, и он может быть не всегда, он не то, что может, он бывает не одинаковым для разных людей. И есть разные типы людей, и каждый из них может выбрать для себя тот стиль, который соответствует его внутренней сущности. Ну, я называю четыре таких стиля, да, четыре типа харизмы, да, это харизма деловая, это харизма властная, это харизма теплая, да, и харизма героя. То есть вот есть такие разные стили. И вы можете, в зависимости от того, какой вы человек, можете использовать разный тип харизмы, она на самом деле достаточно технологично растится в себе. Поэтому, да, следовать чужому стилю без учета личного, личных предпочтений, это затея бесперспективная. Также, если человек старается вот этот стиль чужой прилепить к себе, оно внутри не соответствует этому стилю, то люди чувствуют фальшь, они за вами не пойдут. Поэтому лучше, лучше опираться на свои сильные стороны. Знаете, я иногда такой пример привожу. Вот представьте себе, допустим, рекламное агентство, которое специализируется и очень хорошо создает там вирусные ролики. Да? Вот оно создает, создает, только там сделает ролик, только запустит его в сеть, и сразу там миллионы просмотров. И они такие думают, ну, отлично, классно, это мы хорошо умеем, но нам надо дальше как-то развиваться. Вот мы знаем, что хорошо, и есть компании, которые хорошо делают наружную рекламу. Давайте мы теперь будем, не будем больше выпускать вирусные ролики, а будем делать наружную рекламу. Логичен такой подход? Конечно, нет. Потому что опираетесь на свои сильные стороны, развиваете то, что вам уже доно, и это есть, а уже потом вы, если захотите, сможете сами или комплиментарно с помощью вашей команды достраивать то, чего вам не хватает. Да? поэтому опора только на внешние впечатления не работает. Не иметь собственных ценностей в качестве опоры или жертвовать этими ценностями, это тоже ошибка присвоения чужого стиля не собственного. Риски. Вы тратите очень много усилий на создание образа и теряете ваше ресурсное состояние, теряете энергию, теряете драйв, вам тяжело, вы теряете уверенность в себе, вам кажется, что вы вообще не лидер и никогда им не станете, то есть последствия на самом деле достаточно печальные. Вам при этом почему-то все равно не верят и за вами не идут, не хотят вам просто так бесплатно отдавать свою энергию. Сразу начинают выставлять финансовые требования, какие-нибудь условия дополнительные и так далее. Не считая вас реальным лидером, люди не следуют за вами и ресурсы не отдают. Ну, соответственно, очевидный вывод, что делать, определите ваши личные особенности и предпочтения. Определить можно, придя на курс, поймите, какой ваш личный аутентичный стиль лидерства, и это совершенно не обязательно именно тот стиль, который вам нравится в других. Существуют разные типы лидеров, как я уже сказала. И вот когда вы определяете, каков близкий вам тип, тогда вы будете подбирать те ролевые модели, которые будут служить вам образцами, которые соответствуют этому стилю. Вот у них вы будете учиться, а не у других. Ну и развивайте этот стиль как основной, а остальные вы, если захотите, сможете потом достраивать. вот, хотел бы вернуться, есть ли вопросы, друзья мои, если есть вопросы, пожалуйста, пишите их в чат, да, хотел бы вернуться все-таки к тому, что мы поддерживаем сейчас курс эффективное лидерство, и два слова вам хочу сказать об этом курсе. Он в себе содержит четыре ступени, четыре модуля, которые мы проходим последовательно. Первый модуль, кто такой собственный лидер, какие есть основные модели лидерства и как быть лидером по отношению к себе, какая должна быть позиция и стратегия лидера по отношению к себе, буквально из каких элементов состоит лидер, что нужно в себе развить, чтобы стать лидером или чтобы усилить себя как лидер. Второй модуль, аутентичный стиль, какой стиль выбрать, эмоциональный интеллект и коммуникация ключевые инструменты лидера. Здесь мы говорим о том, а как коммуницировать. И третий модуль, что такое команда, как построить эффективную команду, каковы закономерности развития команды, какова роль лидера на каждом этапе развития команды. третий модуль. И наконец, четвертый лидер. Здесь мы говорим о том, а как оставаться лидером в любых ситуациях. Если люди пытаются манипулировать, как вам управлять конфликтами, индивидуальными конфликтами, командными конфликтами. Эти вот все вопросы мы обсуждаем с вами в четвертом модуле. Очень хорошо этот курс работает также в треке с курсом руководителя структурного разделения, потому что в руководителе управленческие навыки прямо такую основную базу, очень такой чистый курс, без воды, без ничего. А в эффективном лидерстве вы усиливаете себя лидерскими компетенциями. Какие особенности в курсе? Здесь уже я перехожу к общей информации по курсу. Используются современные методики и инструменты. Курс состоит из четырех модулей, как я уже сказала, продолжительность курса 16 часов. Стартуем ближайший старт у нас 31 мая по вечерам. Занимаемся с 18.30 до 21.30. Стоимость на экране, престижный диплом, ну и все как мы любим. Даем те знания и навыки, с которыми берутся работу и занятия, которые собственно я провожу. Давайте здесь я наверное должна передать слово нашему представителю центра. Есть у нас здесь представитель центра? Представитель центра не откликается. Окей, тогда я вам расскажу о том, что комплексные программы существуют в центре. Таким образом в комплексных программах вы можете приобрести курсы, это обойдется вам дешевле. И курс эффективное лидерство входит в комплексную программу эффективный менеджмент в организации. Обучение, форма обучения, здесь все понятно. Также в центре существует бесплатное консультирование по профессиональному развитию. Если вы захотите воспользоваться этой возможностью, то промокод «Иду вперед». Вот, пожалуйста, можно отсканировать QR-код на экране и обратиться за профессиональной консультацией по карьерному развитию. Вот это наши дипломы и свидетельства, которые мы получаем. И теперь я готова ответить с удовольствием на ваши вопросы. иду в чат. Вот, отличный вопрос. С чего начать, если стал руководителем коллектива, в котором работал? Вот как раз начните с того, ради чего вы стали руководителем этого коллектива. Ради чего? Смотрите, есть такие признаки готовности человека к тому, чтобы стать руководителем. с точки зрения работодателя, руководителя, это тот человек, который получает результат силами других людей, сотрудников. Не своими силами, а делают работодатели, руководители, чаще всего тех, ну, первая ступенька, чаще всего тех, кто стал лучшим специалистом. На что они рассчитывают? Рассчитывают на то, что вы дадите результат. Они не рассчитывают на то, что вы будете работать сами за всех и этот результат будет в ваших усилий. Они рассчитывают на то, что вы сможете научить людей, организовать их и мотивировать так, чтобы они принесли вот тот результат, который нужен. Поэтому начинать нужно с того, чтобы первое понять, а что, к чему идем, то есть какая цель, что я хочу получить, каков этот результат. Становясь руководителем, один из признаков готовности человека к тому, чтобы руководить, это понимание, как сделать лучше. То есть когда человек достаточно хорошо уже разобрался в специфике деятельности, он знает, как сделать лучше. И при этом он понимает, что ему в одиночку с этим не справиться. То есть ему нужны другие люди для того, чтобы этого результата достигнуть. И обязательное условие. Такой человек должен быть готов, то есть у него есть амбиции возглавить этих людей, и у него есть ответственность. То есть я готов взять на себя ответственность за то, что люди будут иногда работать хорошо, иногда будут ошибаться. Я готов нести эту ответственность. Поэтому продумайте прям вот эти вот моменты. К чему идем? Какие у меня амбиции? Знаю ли я как лучше, если не знаю кого, спрошу, с кем буду советоваться, но при этом в фокусе все равно остается цель, ваша цель. Я имею в виду цель компании, ваша цель компании. Беру ли я ответственность, готов ли я отвечать за этих людей. И тогда, вот если вы это продумали, то у вас появляется твердая опора, и вы всегда можете говорить людям, что вот это вот шаткое чувство такое в самом начале управленческой карьеры, что как мне не зазнаться, не выглядеть в глазах людей таким выскочкой, и в то же время получать от них результат, и не прогибаться. То есть вот этот баланс, как его соблюсти. вот как раз ваша ответственность за общий результат, она дает вам право принимать окончательные решения. То есть вы спокойно слушаете те советы, которые вам дают ваши сотрудники. Вы спокойно продолжаете с ними общаться партнерски, на равных. И в то же время, когда приходит пора принять решение, вы взвешиваете все аргументы за и против, и именно ваше решение бывает утверждено. И основание у вас для этого то, что вы несете ответственность за общий результат, а каждый из ваших друзей, соратников несет ответственность только за свой результат. Вот с этого я бы начинала. Ну, а дальше я бы продолжала, но здесь у нас со временем уже я не смогу вам дальше рассказать в рамках этой встречи. Так, вопрос, есть ли разница в принципах и подходах к построению лидерства, если приходишь не в новый коллектив, а развиваешься в существующей команде? Ну, вы знаете, на самом деле ответ, да, хороший очень вопрос, спасибо большое, Алексей, прекрасные вопросы такие задаете прям. На самом деле разница, дайте-ка мне чуть-чуть подумать. А команда какая? Команда равных или это иерархическая структура? Это командный подход или это все-таки иерархия? Посмотрите, да, иерархия, ага, понятно. Ну, тогда это, значит, да, речь не про команду, потому что, когда мы говорим о том, что есть иерархия, есть вышестоящие руководители, есть исполнители, то мы можем говорить о командной атмосфере, но мы не можем говорить о команде. Команда это всегда временное объединение людей, которые встречаются для достижения определенных целей. Цель достигнута, необходимость в команде отпадает, да, и причем достигать эту цель можно в команде, цель достигается только во взаимодействии, то есть люди друг к другу привязаны, они не могут достигнуть индивидуальных результатов, независимо друг от друга. Поэтому, да, если мы говорим об иерархии, то у нас есть, там немножко попроще, с одной стороны, потому что есть позиция, которая дает вам полномочия, власть и накладывает на вас ответственность, да, есть исполнители, с которыми у вас индивидуальные отношения, да, в этом случае, в принципе, абсолютно валиден тот ответ, который я вот сейчас дала на предыдущий вопрос, с чего начинать, если стал руководителем коллективом, в котором работал, да, а вот если вы приходите в новый коллектив, тогда там бы я начинала с того, чтобы принять и услышать тот ценный опыт, который этим коллективом уже наработал, потому что внутри команды развиваясь, вы знаете этот ценный опыт, вы знаете, что вы возьмете с собой и с кем вы пойдете дальше, а в новом коллективе вам это неизвестно, поэтому там вот первое время будет уходить на то, все-таки, чтобы изучить ценный опыт, который вы готовы взять с собой. Таким образом, примерно. Да. Ну что ж, если вопросов больше нету, то я тоже благодарю вас за мастер-класс. Спасибо, да. Спасибо большое. Буду рада, если вы мне сейчас поставите чат, да, ну, понятно, запись будет выложена в Ютубе, и там кто-то еще отдельно посмотрит, давайте я сейчас запись остановлю, мне было бы интересно просто в Ютубе.